Самые яркие события и новости Орска прошлых лет. Смотрите далее. И, естественно, в этом направлении работает весь учебный год. Определить будущие специальности каждого школьника должны специальные тесты и анкеты. Сто процентной профориентации они не дают. Это лишь направление для ученика. Выбор все равно остается за ним. Естественно, эти мероприятия профориентационные, они прежде всего помогают и учебному процессу в том числе. И ребенок, который определился со своей будущей профессией, с той сферой деятельности, в которой он будет работать, естественно, больше внимания уделяет обучению. И его целенаправленное обучение помогает в конечном итоге сделать качественное обучение в школе. Андрей уже определился. Его мечта – экономика. Выборы будущей профессии помогли сделать в школе. Проведенные мероприятия показали – выбор Андрея оправдан, если следовать показаниям тестов и упражнений. В первую очередь я в школе узнал вообще о том, что значит экономика в целом. То есть все уроки, которые преподавали. И, то есть, благодаря учительнице, там Рафина нам объясняет, что да как вообще экономика, то есть все тонкости. А вот на выбор Ольги повлияло личное впечатление. Она мечтает стать крановщицей. Как работают девушки совсем не женских профессий, она увидела лично. Есть пример родителей. Ну, у меня мама работала на этом заводе ЮМЗ. Я решила пойти по ее стопам. Уже сегодня больше половины из них точно знают, кем хотят стать. Накануне выпуска – это самый насущный вопрос в школе. Просто каждый выбор будущей профессии делает по-своему. Из личных побуждений или благодаря чьим-то советам. Но это не важно. Главное, чтобы этот выбор был правильным. Вера Смирнова, Николай Исаев, Бюро ТВ Проектов.